Российский экологический оператор предложил запретить до пяти видов пластиковой упаковки в нашей стране в будущем году. Речь в частности о цветных пластиковых бутылках. А к 30-му году предлагается увеличить запрет до 20 видов различных упаковок. Об этом сообщают известия. Глобальное использование пластика – актуальная проблема современности. Однако переработка этого материала вызывает трудности и разногласия. Подробнее об этой теме наш корреспондент. Давно известно, что природные ресурсы не вечны. И с каждым годом их становится все меньше. Человечество вынуждено решать эту проблему, искать замену привычным упаковкам товаров и разбираться со способами достижения единой цели. Сохранение природных ресурсов планеты, повышение энергоэффективности. Мы решили узнать, что об этом думают веричане и нужно ли, по их мнению, отказаться от использования пластиковых тар. Нет, не нужно. Нужно и грамотно перерабатывать и использовать водилки, улиц городских. Ну, реально, можно это все перерабатывать, можно это использовать. Они вредят окружающим, типа птицам. Ну, естественно, это как мусор идет. Я, примерно, не хотел бы, чтобы на улицах валились пластиковые тары. Мне кажется, есть гораздо более экологичные способы хранения чего-либо. Ну, многоразовые. В принципе, возможно, почему вернуться к технологиям Советского Союза, менять кефирные бутылочки на молочные, как это было 30 лет назад. Это удобно. Это не давит на экологическую обстановку. Очень много средств выделяется на бумажные, те же стаканчики. Все те же бумажные стаканчики внутри пластиком обрабатываются. И это надо искать этому альтернативу. Бумажные пакеты везде нужны в магазинах. Это тоже сложно, потому что это более дорогостоящее, и не все на это согласны. Ну, я не думаю, что там есть необходимость какая-то. Тут вопрос уже идет к утилизации пластика. Именно переработка и все. А пластик нужен. Пластиковая тара. Во-первых, это вред экологии. Пластик уже что? Он не разлагается. И получается, что если мы будем дальше производить пластиковую упаковку, то в какой-то момент мы дойдем до того, чтобы просто кто-то не в пластиковом мусоре. Как вы считаете, нужно ли отказаться нашей стране от использования пластика? А мы сможем это сделать? Сможем ли мы это сделать? Вопрос, который волнует многих людей, заботящихся об экологии. Как мы видим, мнения расходятся. И не все пока пришли к мысли о том, что рациональное использование ресурсов — это не только правильно, но и выгодно. Важно помнить, что природа — это общий дом, в котором мы живем. И от нашего отношения к нему зависит перспектива существования человечества.